Здравствуйте, дорогие наши друзья, дорогие наши читатели, дорогие наши слушатели! Спасибо, что смотрите нашу рубрику «Советы Довлатова» или «Вопросы Довлатова». Ставьте лайк под нашу рубрику, рекомендуйте своим знакомым друзьям, кому помогают эти советы. Мы их с такой целью пищем обычно, чтобы быть полезным, стать причиной улучшения жизни народа на земле, стать причиной изменения жизни кого-то в лучшую сторону. Дорогие мои, моя лучшая инвестиция, хочу об этом говорить в этом рубрике «Мои лучшие инвестиции, которые я в своей жизни сделал и которые давали очень хорошие результаты» и так далее. Я думал и написал, правда, несколько самых важных инвестиций, которые я делал. Честно сказать, я сейчас об этом, когда собирался записать эту запись, я анализировал 67 бизнесов, которые я делал. Из 67 бизнесов, которые я сделал и так далее, первое место занимает в моих инвестициях. Это инвестиции, которые я вкладывал в свои образования. Представляете, я инвестировал в магазины, инвестировал в гостиницы, детские клиники, химчайские, земля, активы, недвижимости и так далее, но лучше всех мне помогло в жизни, касаясь моей инвестиции в моем образовании. Я инвестировал очень много в свои образования. Почти каждый год в среднем инвестировал в районе от 50 иногда до 100 000 долларов в свои образования. Но именно она позволяла мне сократить мои ошибки, позволяла мне выбрать правильные стратегии, правильные направления и так далее. И она всегда окупалась очень хорошо. И она окупалась всегда намного быстрее, чем в моем проекте и так далее. Второй важной инвестиции, которую я делал для себя, я анализировал, все-таки это мои долги. Вы можете смеяться сейчас, вы можете действительно смеяться, как это так, что за инвестиции, это долги. Я хочу сказать, что я когда начал осознать, что так будут продолжаться и ничего хорошего нет, я просто тот момент, когда принял решение, что я верну эти долги до последнего копека. Я читаю, что я же вернул 174 человека деньги, которые я не брал. Я вернул деньги, которые действительно просто так получилось, что я привел одного американца в Средней Азии, он продвигал всякие инвестиционные проекты и так далее. И получается, что люди меня читали с ним соучастником и в их сознании я был соучастником. Поэтому я принял решение, возвращаясь до последнего копека. Хотя я сам был на самом деле пострадавший, я сам был точно такой же пострадавший. Я тоже достаточно суммы денег вложил в его проектах. Но в итоге получилось так, что когда принял решение, что я лучше верну эти долги, я начал думать, как делать так, чтобы вернуть их. И знаете, они заставили меня стать сильнее, они реально заставили меня стать умнее. Я оплачивал эти долги, которые не брал, но видите, в результате кем я стал. Вся моя личность, все, кто я есть, благодаря того решения, которое я принял. Поэтому я называю, что долги это было для меня не боль, не потери, и они были большая инвестиция. Я около 3 миллиона долларов долги вернул. И почему я это называю лучшая инвестиция? По той причине, что долги-то закончились, зато система-то у меня осталась, доход-то у меня осталось. То есть, чтобы вернуть эти долги, я понял, что мне нужно построить доход. Если не будут доходы, я не могу их вернуть. И мне пришлось день и ночь пахать, чтобы построить денежные потоки, построить источники деньги, живые деньги, наличные деньги, чтобы я мог вернуть этим людям. А долги-то постепенно закончились. То есть, я доходы построил, и доходы, которые я получал, частично я начал погасить долги. Постепенно-постепенно я их закрыл. С 2008 по 2014 год 6 лет я отдал долги. Около 6 лет. Ну, 6 лет, скажем. Я отдал долги. Но зато доход-то осталось, система-то осталась. И это помогло мне потом дальше развиваться, реализоваться и так далее. И это мне очень хорошо помогло. Поэтому, если на первое место мои инвестиции были очень выгодные инвестиции, это мои образования, что они мои личности, мое мышление, мое образ жизни изменило. Второе, это мои долги. Поэтому я рекомендую вам не убегать от долгов. Если вдруг вы попали в долгах, наоборот, радуйтесь и превращайте это в силу. То есть, как? Вы представьте на минуту, когда вы вернете долги, зато опыт останется у вас. И вам придется научиться зарабатывать, чтобы их вернуть. И вам придется научиться построить денежный поток, чтобы возвращать эти долги. И это классно потом поможет вам в будущем. И знаете, есть такое выражение, что Господь дает вам всегда проблемы, которые вам по силам решат. Господь не дает нам с вами такой трудности или проблемы, которые мы не способны решать. Господь всегда дает все нам по силам, потому что ему виднее. Поэтому, если вы вдруг попали в долгах, мой совет к вам – верните их. Я понял, что возвращая долги, мои способности зарабатывать десятикратно выросли. Третья моя инвестиция, которую я делал очень выгодно и очень-очень прибыльно – это была инвестиция в земли. Я инвестировал в земли. Каждый гектар покупал за 5 долларов в свое время. 5 долларов. Ой, 20 долларов, извиняюсь. 20 долларов. За каждый гектар я инвестировал 20 долларов. В Таджикистане не продается земля, но люди, которые прилагали мне эти земли, по закону не продается Таджикистане земля, но хозяева, которыми мне прилагали эти земли, это было давним-давно, в 2008 году, до того, когда попал в банкротство, я выкупил у них там сначала 200 гектаров, потом еще больше, потом еще больше, до того, когда попал в банкротство в 2007-2008 годах, я пробрел эти земли по 20 долларов, а сейчас за каждый гектар, даже те, которые я не сажал, можно сказать, хотя у меня сейчас саде и так далее, за каждый из них все равно любой, 3-5 тысяч долларов платит, в любом месте, я тогда кое-что понял, почему богатый богатеет, бедный беднеет, потому что богатый приобретает активы, а активы всегда, каждый годами подорожают, активы всегда будут подорожать, это действительно так, я приобрел земли в Иссыкуле, и я думаю, что сейчас они очень дорого стоят, я не знаю, честное слово, сколько они стоят на берегу Иссыкуле, я приобрел земли в Балхаш, я приобрел земли в Шарман-Шехе, в курортных зонах, я считаю, что это была супер инвестиция, в каком плане, в том плане, что даже когда банкротился, я попал в долгах, я продал свои земли в Астане, я продал свои квартиры в Алма-Ате, в Астане, в Бишкеке и так далее, чтобы в Худжанде, чтобы погасить долги и так далее, но я не продавал свои земли, потому что земля это такой вещь, что его невозможно производить, то есть она с годами меньше, меньше, меньше становится, это же не одежда, что фабрика производила его или там что-то другое, это не квартира, чтобы построили его, земля с годами будет меньше и меньше. Это были самые лучшие инвестиции, которые у меня были в жизни. Другая моя инвестиция, четвертая, лучшая инвестиция, которую я делал, это когда я инвестировал с моим учеником на СЭД парфюмерный магазин, и сейчас их, до того, когда коронавирус начался, последняя информация, 404 магазина были их, и я считаю, это очень хорошая инвестиция. Почему? Потому что я инвестировал, и тут же первый год свои деньги обратно вернул, но от прибыли мы все развивали, развивали, развивали этот бизнес. Главное было, конечно, это не за один день это появляется, это за 20 лет труда и опыт, который я накопил за все эти годы. Мой опыт это все помогло мне этого построить, и годы работы и так далее. Но, как инвестиция, я считаю, это один из моих лучших инвестиций. Если вы вкладываете 1 доллар, и она становится 3 или 5 или 10 долларов, я считаю, это очень крутая инвестиция, очень хорошая инвестиция. Я инвестировал, и первый год мне заработал миллион 200 тысяч. Это была очень хорошая инвестиция. Пятые мои самые лучшие инвестиции, которые сейчас я делаю, я считаю, что эта инвестиция, Аллах даст, мою корпорацию доведет до миллиарда, это мое садоводство. Я инвестирую очень много садоводствий сейчас на данном этапе. Просто, очень просто, очень понятно, да, это надо просто понимать. Это простая логика, понимаете, простая логика. Вот дерево, которое сегодня сажаете. Хорошее дерево. Я покупаю дерево, которое пайвант. Пайвант, это означает, что которое уже сделано как гибрид и так далее. И которое уже хорошие сорта, хорошие и так далее. Я привяжу их с разных стран и очень профессионально нанимаю. Соответственно, это обойдется дорого. Это не так дешево обойдется. Одно дерево иногда обойдется мне общим с участком, с капель наращаем, с насосом, который я сажаю, с полной, когда я супер интенсивно делаю и так далее, и так далее. Надо почитать. Но она приличная сумма обойдется у меня. Одно дерево. Иногда до 100 долларов обойдется. Правда. 60 долларов, 40 долларов есть у меня, 35 долларов есть, 70 долларов есть, 80. Ну, в общем, иногда где-то около того. Надо мне следить, внимательно почитать. Но того обойдется. Но стоит, чтобы его сажали, уже через несколько месяцев стоимость этой дерево другая. Как я читаю? Я читаю стоимость гектар земли. Гектар земли, который я сажал, я сажал в одну сумму, через некоторую время она совсем другая сумма. А когда через 2-3 года она начинает плодоносящий стат, это совсем другая сумма. Абсолютно другая сумма. И она приличная сумма стоит. Поэтому одно из лучших моих инвестиций, которые я сейчас уверен, что иншолла моя корпорация должна довести до хорошего уровня, до миллиарда. Я думаю, что это мое садоводство. Я просто уже почитал, у меня бизнес-план есть и уже почитал, как заработать миллиард долларов в садоводстве. И думаю, что по моим планам к двадцати пяти годах, к двадцати семи годах иншолла мы до этого должны дойти. До этого должны дойти. Планируем. Ну, я сажаю фисташки, миндали, орехи, яблоки, в общем, абрикосы. В общем, все подряд. Но я сажаю именно то, то, что натуральные продукции, которые необходимы, которые можно перерабатывать, которые в дальний момент в мире потребности существуют и будут существовать в будущем. Это одна из лучших инвестиций, которые я сейчас делаю. Но в будущем, в будущем еще планы, которые я держу, я читаю, смотрю. А, еще шестой. Шестой лучший инвестиций, который я сделал, это инвестиции в недвижимость. Я вообще заработал свой первый миллион в недвижимости. Я покупал в 2002-2003 годах, 2000 годах, 2004 годах. Я зарабатывал, инвестировал в разные недвижимости. Зарабатывал, вкладывал в начальном стадии, в начальном стадии, когда строительные компании начали строить квартиры. Я начал инвестировать в Астане, в Алма-Ате, в Москве и так далее. И с 2002-2008 годах резко все подорожало. Рынок подорожал. То есть это был растущий рынок. Рынок недвижимости была сама по себе растущий рынок. И я на них хорошо зарабатывал. Поэтому я в недвижимости очень люблю инвестировать и очень понимаю его, как инвестировать. Поэтому просто там, скажем, где-то, если так посмотреть, от пяти до десяти шагов есть. В зависимости от того, какой категории недвижимости ты хочешь инвестировать, в зависимости от того, какого класса недвижимости ты хочешь инвестировать. И у меня есть вот этот опыт, и я зарабатывал в него достаточно суммы денег в недвижимости. И поэтому я его практикую. Я его практикую. Каждый год я по чуть-чуть это делаю. То есть одно из направлений, которое я каждый год инвестирую – это недвижимость. Я каждый год инвестирую в недвижимость в среднем полмиллиона, иногда до миллиона долларов. Я спокойно это делаю, каждый год не напрягая между делами просто. Даже на него я много времени не трачу. И делаю поэтапно и так далее. Поэтому это одна из инвестиций, которые я очень читаю прибыльным и выгодным. Следующие мои инвестиции, лучшие инвестиции, которые я делал – это сеть в магазине «Техника», который я делал в прошлом году, в 2019 году, ну, конца 2018 года, 2019 года. Мы нормально заработали на это. Хорошо, алхамдуллах, идет. Вообще сеть в магазине – это всегда хорошая инвестиция. Я это коль что понял. Сейчас поэтому я инвестирую в сеть в магазины «Оптики». Сейчас собираюсь инвестировать в сеть в магазины еще в фирменные одежды и так далее, брендов и так далее. В общем, это мне нравится. И потом сеть в магазине в супермаркете и так далее. Вот именно где сеть, мне это нравится, я это инвестирую. А где один магазинчик или одно того – нет. В будущем, я думаю, что одна из моих лучших инвестиций станет – это гейсы, которые я соберусь построить. Со временем, Аллах даст, я построю. Я пока строю бизнесы, чтобы потом бизнесы давали денежный поток, чтобы потом я мог построить нормальные гейсы. Сначала буду начинать с небольших гейсов, небольших гидроэлектрических станций. А потом я думаю, что постепенно-постепенно, сначала маленькие, небольшие, может быть, 1000 кВт или 3000 кВт, 5000 кВт. А потом постепенно-постепенно буду расти, расти. По мере возможности, чем больше денег, тем больше. Потом буду делать намного побольше гейсов и так далее. Это направление, я считаю, для себя один из хороших направлений. Почему? Потому что у нас в Таджикистане очень водные ресурсы, водные запасы очень хорошие, водные ресурсы хорошие. И вода течет, и на тебе идет электричество. А электричество – это всегда деньги. Вот. И оно никогда не заканчивается. Понимаете? Я хочу браться за те проекты, которые большинство людей либо напрягаются, либо не берут, либо не верят. Или вот такое, в общем. Вот такое. И следующая хорошая инвестиция, которую сейчас я делал недавно, это, соответственно, теплицы, которые построили. А это очень хорошая инвестиция. Потому что один гектар земли, который раньше хлопок сажали, она, вот один гектар земли, если дает 25% или 30%, 43%, иногда говорю, 43 цента давал. 43 цента – это что означает? Или 25 цента и так далее. Это означает, что они брали столько-то тонн волокна или хлопок и так далее. Я почитал, один гектар, когда хлопок сажаете, полтора тысячи долларов или две тысячи долларов – итоги конца прибыль дает. С одного гектара земли полтора или две тысячи долларов вы получаете чистый прибыл. Это очень мало. Я построил эту теплицу, я думаю, что Аллах даст. От 60 тысяч до 100 тысяч долларов дает в год один гектар теплицы. При правильном инвестировании, при правильном обслуживании, правильном ухаживании, агрономы и так далее. Но пока я не получил еще, правда, так. Но мои друзья и мои знакомые получают. Я же вижу их, как они получают. И я сейчас только-только в этом году первый год сажал. Ну, я думаю, что потихонечку к этому идет. Вот. То есть, видите, да, разница какая-то, очень разница приличная. Поэтому, вот, это были хорошие инвестиции, которые я делал в жизни. Хотя очень много опыта имею в разных направлениях бизнеса. Ну, это то, что у меня в голове сейчас пришлось, я сразу рассказывал. Потому что это то, что было хорошие инвестиции. Да, и другие инвестиции были, которые просто сохранили мои деньги, просто содержали. Но были инвестиции, которые я потерял. К сожалению, очень много потерял. Очень много потерял. Но я потерял не потому, что бизнесы были ошибочные или неприбыльные, или люди были плохие. Нет. Это я был рискованный бизнесмен. Это я был проблемный бизнесмен. Я брался за идеи, которые рискованные. Я брался за проекты, которые непреспективные. эффективнее, и так далее, и так далее. Это проблема была все связана со мной, но не с бизнесом. Вот так, дорогие мои, инвестируйте и не бойтесь, даже если вы потеряете, все равно научитесь. Это будет цена, цена за пробретенный опыт, цена за то, что вы научились, так что, если вы что-то потеряете, ничего в этом плохого-то нету, зато вы научитесь, продолжайте, делайте, инвестируйте. Я могу уверенно сказать, что единственный способ разбогатеть, это построить денежный поток, построить пассивный доход, другого способа нету. Вы должны позаботиться о том, чтобы у вас появился капитал, и этот капитал по чуть-чуть начал работать на вас. Когда этот капитал начал работать на вас, ранее или поздно, иншалу Бог даст, вы станете финансово свободным человеком. Не обязательно быть миллионером-миллиардером, не обязательно, но обязательно быть финансово свободным человеком. А кто такой финансово свободный человек? Это тот человек, который свой капитал научился управлять, заставит работать, чтобы ежемесячно получать пассивный доход без его участия, хотя бы более 10 тысяч долларов. Если вы получаете более 10 тысяч долларов, могу вам уверенно сказать, вы супер финансово свободный человек, ставьте перед собой цель, за 5 лет вы до этого дойдете, максимум за 7 лет до этого дойдете, независимо от того, в данный момент вы чем занимаетесь. Хоть верить или нет, это так. Но, к сожалению, большинство людей этому не верят. Они не верят, потому что они не видели, как в практике это делается, вокруг них этого не было опыта, или хорошего примера не было. Поэтому они это не верят и не делают. А потом сидят только, как жрут косты, или сплетничают, или завидуют тем, кто это умеет делать. А те, которые не умеют делать, они сидят только, говорят, ой, это нереально, это невозможно и так далее. Да, для тебя это нереально. Это реально для того человека, которого это делят для себя целью. Если ты читаешь, что это для тебя реально, так и происходит, это будет реально. Если ты читаешь, что это нереально, для тебя это станет нереально. Почему? Потому что человек достигает только те цели, которые читают для себя реальными. Ваш мозг видит только те возможности, которые читают для себя реальными. В комментариях пишите, делали ли вы в своей жизни какие-то инвестиции или нет, и каков был ваш опыт в инвестиции. В комментариях пишите, только полезное, то, что могут кому-то принести пользу. Спасибо вам, удачного дня.